также я купила вот такой лак я не помню как называется эта серия но это вот такая вот молочная база даже йогуртовая и в ней цветные частички и звездочки целая серия есть этих лаков с различным наполнением с различными оттенками круглых частичек и звездочек я вот выбрала такой вариант и этот вариант называется хокус-покус и вот он на ромашке в два слоя кажется немножко белее чем есть жизни но в принципе он очень-очень светлый такой я бы сказала приглушенный белый на самом деле по моему выглядит очень миленько как акцент я бы несколько ногтей и накрасила с удовольствием еще один лак мне захотелось супер ярко-розовый он около неоновый такой и я не знаю будет ли хорошо передаваться серия называется charme beauty и номер я выбрала 852 я помню что лайки этой серии очень плотные укрывистый у меня есть лак один из этой серии такой фуксиева сиреневый вот и я взяла себе такой ярко-ярко-розовый вот прям как-то я его увидела влюбилась захотелось мне этот цвет и вот он на ромашке но тоже я не уверена насколько насколько хорошо он схватится потому что не он дальше я познакомилась серии мат шайн это не новая серия но почему-то как-то я ее раньше то ли не замечала то ли не знаю в общем не знала о ней и выбрала я 4 оттенка эта серия характеризуется сатиновой текстурой и матовым финишем вот такие металлизированные лаки с матовым финишем они даже вот идут в матовом стекле и не перепутаем в общем раз уж начали с зеленого то вот он номер 163 ярко-ярко зеленый и вот он на ромашке суперские лаки кстати они все наносятся очень удачно они укрывают в один слой и довольно быстро сохнут то есть экспресс маникюр можно с ними спокойно сделать следующий оттенок номер 171 такой цвет шампанского наверное мне кажется он идеально подойдет в качестве подложки под стемпинг и вот он на ромашке в принципе самостоятельно тоже его очень даже смогу носить далее насыщенный ярко-синий номер 161 и вот он на ромашке ромашка некачественная с бугорком супер красивый конечно лайки и последний сиренево-баклажановый номер 162 и вот он на ромашке вот они собственно все четыре потом я взяла себе вот таких четыре оттенка из серии калейдоскоп и линейка называется по моему зеркальный лак если я не ошибаюсь но вот здесь вот у них у всех написано зеркальный лак я их не взяла чтобы носить в чистом виде а скорее взяла именно для стемпинга и я посоветовалась с консультантами мне сказали что для стемпинга он очень даже хорошо годится и вот я выбрала этих четыре оттенка такой ягодный розовато-красный номер 0,9 номер 0,1 чисто серебристый номер 0,2 синий такой довольно необычный цвет для металликов и номер 0,3 еще более необычный такой зеленый с уходом немножко в морскую волну вот еще их не пробовала так много обновок что не успела все попробовать ну вот они на ромашке можете на них полюбоваться немножечко полосят но не плешивят но в принципе так как я их не собираюсь носить в чистом виде то мне их полосатость не играют большой роли главное что они плотные главное что они насыщенные и для стемпинга это в общем-то самые важные критерии и еще три лака я вам покажу купила я еще один калейдоскоп который из серии греза о весне и оттенок называется зов колокольчика у меня уже есть два оттенка из этой серии и они супер комфортные наносятся в один слой не бугрятся не каша сохнут довольно быстро ну просто чудесные лаки вот эту серию я просто обожаю и вот купила еще один оттенок вообще серия характеризуется кремовой базой и матовыми такими частичками цветными ну то есть они не разноцветные а просто цветные вот смотрится очень красиво что в самостоятельном виде что как подложка под стемпинг и вот эту серию я очень сильно советую и один лак из этой серии по-моему первый подснежник или просто подснежник но с подснежником что-то связано вообще стал моим наверное любимым лаком в этом году я не могу вообще никакие лаки назвать ну вот какой то взять и выбрать одним своим любимым но из этой серии оттенок про подснежник я могу сказать что он стал вообще моим любимцем красила им много раз при условии что у меня так много оттенков что я могу ну довольно долго красить ногти ни разу не повторится ну вот очень меня привлекает их привлекают их технические характеристики в общем то вот очень я эту серию люблю и рекомендую со страшной силой и также две вот таких краски это скорее не лак а именно краска это тоже новинка и это лаки краски для стемпинга именно не для подложки а для отпечатывания рисунка я их уже обоих попробовала они работают очень хорошо идеальные лаки для стемпинга и я очень рада что я их купила что мне их показали в общем супер насыщенные они плотные очень хорошо передаются что в пластину что на штамп и на ноготь соответственно да цвета насыщенные то есть на очень светлом лаке вот я рассказывала точнее не рассказывала а писала в блоге вставляла фотографии на очень светлом чайной глэйс почти белом я делала стемпинг вот этим белым лаком и его хорошо видно вот ну и черный соответственно тоже на всем видно вот очень хорошие лаки мне понравился их большой объем потому что мои маленькие лаки от другой марки вот именно черный и белый они очень быстро заканчиваются это самые ходовые цвета поэтому рекомендую если кто-то занимается стемпингом рекомендую вот эти две красочки для стемпинга тоже надеюсь что компания сделает цветные лаки для стемпинга тоже может быть на основе этих как-то по крайней мере такие же хорошие как и эти также у Эль Каразон внезапно оказались на выставке в продаже плиточки знаменитые от Мою Лондон я была очень рада и с удовольствием купила себе вот эту плиточку фашиниста номер 14 хотела еще 11 она такая с турецкими огурцами но ее уже видимо разобрали к тому моменту когда я подошла плиточки были у них по 330 рублей на выставке это очень хорошая цена и не знаю если бы у меня было время подольше постоять повыбирать и если бы все было в наличии то я бы наверное купила еще несколько я ее не буду сейчас открывать потому что она видите она зеркальная его сейчас все будет отражаться для нее нужно специальный ракурс искать ну как-нибудь я вам все эти плитки еще покажу также я на этом стенде купила вот такие водные наклейки для маникюра ой не золотые свечи вот но еще не пробовала и купила трафареты для френча вот это такой фигурный трафарет треугольником а это классический трафарет вот такой обычная арка улыбка еще я на выставке именно у стенда Эль Каразон познакомилась со многими людьми я как-то никогда раньше на выставке ну так не случалось с кем-то познакомиться а в этот раз познакомилась и с самой Людмилой которая является арт-директором марки и о которой многие в принципе знают познакомилась с ее помощницей Элеонорой большой привет вам если вы смотрите познакомилась с блогером Любой которую зовут точнее ник который MyFishNails и познакомилась с Машей террористка у нее ник девчонки тоже вам большой привет то есть для меня это был такой насыщенный очень поход к стенду Эль Каразон как никогда было вообще очень много интересного было много лаков и общение было как-то и людей кстати очень много было в этот раз тент не был где-то на задворках как обычно а стоял в таком широком проходе где много людей ходило вот и покупателей было очень много был прям большой ажиотаж но я очень хорошо сходила хорошо пообщалась мне все понравилось спасибо большое Людмиле за презенты за приятное общение спасибо девчонкам за приятное общение вот а вам мои зрители спасибо большое за внимание как обычно жду ваших комментариев и всем пока-пока увидимся я во-вторых не могу нас измилиз INT в